Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вы смотрите канал Своя Закваска. Помните, я ставила эксперимент с подсветкой? В один ящик я вкрутила вот такие простые светодиодные лампы на, по-моему, 800 люминов и 4000 кельвинов. А вот здесь вот у меня фитолампы. Таких ящиков у меня три. И давайте сейчас сравним их действия. Ну что я могу сказать? Разницы абсолютно никакой. Более того, под светодиодными лампами холодного света земля быстрее просыхает. Здесь температура немножко выше от этих ламп. Они не горячие, конечно, но здесь теплее в этом ящике, чем в том, где фитолампы. Ну вот я думаю, что это один из достоинств, потому что если грунт хорошо быстро пересыхает, то у нас не будет никакого переувлажнения почвенных мушек и корневых гнилей. Ну вот сейчас зафиксируйте свое внимание на размере рассады вот этого ящика. И вы теперь посмотрите на рассаду под фитолампами. Если я здесь сейчас выключу освещение, то не будет видно ничего. На улице пасмурно и это дальний угол комнаты. Поэтому посмотрим так. Рассада приблизительно одинаковая. Здесь немножечко позже распекировано, поэтому может быть даже немножко меньше. А это значит, что мы можем заплатить намного меньше денег и получить тот же самый результат. Вот еще один ящик с фитолампами. Здесь рассада петуни распекирована еще позже, чем тот ящик, который я вам сейчас показывала. Но он тоже хорошо развивается. Но опять же нет никакой разницы со светодиодными лампами холодного света, которые стоят 40 рублей одна лампочка. И вот еще один ящик с фитолампами, который мы докупали взамен тех, которые я сейчас вам показывала. Они начали перегорать. Но это совсем не мощные, слабенькие. И пришлось вот этот ящик поставить напротив окна, чтобы здесь был дополнительный свет. Просто так в этом ящике в темном углу рассада развивалась очень угнетенной. Поэтому такие фитолампы маленькой мощности покупать вообще не советую. Самый надежный вариант это простая светодиодная лампочка холодного света. Главное там смотреть, чтобы было не 3000 кельвинов, а 4000 кельвинов. Так что на следующий год обязательно припасу побольше вот таких ламп обычных. Одна почему-то перегорела и пришлось вставить одну фитолампу, которой я уже пользуюсь третий год. Не знаю, почему так быстро перегорела. Может быть там с патроном какие-то проблемы. Но будем разбираться. Может быть эти ящики совсем придется убирать и ставить компактные стеллажи. Потому что рассады очень много. Эти ящики очень громоздкие, немобильные. И их невозможно никуда убрать на тот момент, когда сезон рассады заканчивается. Ну вот такое короткое и, надеюсь, полезное для вас видео я хотела сегодня снять. А на этом я заканчиваю. Благодарю вас за просмотр. Всего вам самого-самого доброго.